Шотландия славится своей паранормальной историей и любовью к призракам. Особенно много здесь сосредоточено мистическим мест. Самым популярным из них является кладбище Грифрайерс в центре Эдинбурга. В 1561 году вокруг церкви Грифрайерс в южной части старого города было образовано новое кладбище. Его первоначальной целью была замена переполненного кладбища Сент-Джайлса. На этом месте во время реформ в Шотландии двумя годами ранее был распущен францисканский мужской монастырь. Большую популярность кладбище получило благодаря скай-терьеру Бобби. Этот пес 14 лет просидел возле могилы своего хозяина, отлучаясь только на поиски еды. После жителей окрестностей прознали о собаке и стали приносить ей пищу. Тогда он вообще перестал уходить, а после умер на могиле своего хозяина. Похоронили Бобби возле ворот кладбища. Этот пес стал одним из прототипов хатика. Либеретское еврейское кладбище таковых на кладбище Грифрайерс великое множество. Одним из таких является шотландский церковный деятель Александр Хендерсон, живший в VII веке. Здесь похоронены деятели искусства, известный художник-карикатурист Джон Кей, 1742, 1826, поэт Алан Рэмзи, 1686, 1758. Еще одной знаменитой могилой является погребение Томаса Ридбла. Это имя включило в своей истории Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере. Теперь все поклонники данной саги совершают паломничество на этот могильный камень. Арлингтонское национальное кладбище в США до XVII века в Шотландии существовало Ковенантское движение. Их основной идеей было свержение монархии. Естественно, король был против такой оппозиции. Поэтому было решено всех замеченных ковенантов сажать в особую тюрьму склеп на Гри Фраерс. Эта тюрьма славилась самыми страшными и нечеловеческими условиями. Содержимых просто морили голодом, каждому заключенному давали один сухарь на целую неделю, а доза воды в день не превышала половину пинты. Начальником этой ужасной тюрьмы в то время был назначен адвокат лорд Джон Маккензи. Этот человек отличался садистскими наклонностями. Очень часто он выносил смертные приговоры, которые тут же сам приводил в исполнение. По некоторым данным, он его приказов и руки погибло более 18 тысяч заключенных. За столь кровожадный нрав лорд получил прозвище «Кровавый Джон». Его дух был настолько силен и жесток, что Маккензи завещал похоронить свой прах в соседнем склепе, чтобы и после смерти он смог наблюдать за заключенными. Хайгитское кладбище, мистический и необычный уголок Лондона, дух лорда Джона Маккензи считается самым задокументированным призраком. Люди постоянно замечают у его могилу прозрачную фигуру. Его призрак к тому же характеризует как самый агрессивный, при встрече с ним у человека возникают на теле синяки, ссадины и даже порезы. Многие просто теряют сознание, когда чувствуют присутствие кровавого Джона. Перед экскурсией на кладбище Грифраерс гиды зачитывают туристам правила поведения при встрече с враждебным духом. Они предлагают людям различные знаки и жесты, которые демонстрируются экскурсоводу при ощущении нечистой силы. Говорить о призраке вслух не рекомендуется, он сразу же становится более агрессивным и может напасть. При этом, при посещении кладбища стоит помнить, помимо кровавого Джона на его территории обитают и другие духи, которые настроены не менее враждебно к живым людям.